МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями культуры в студии телеканала 24КЗ Светлана Фортуна. В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. На протяжении многих лет в столице функционирует арт-центр «Персона Плюс». Во главе студии стоит известная художница Казахстана Елена Ралина. Проникнуться духом творчества решил и наш корреспондент. Переступив порог художественной студии Елены Ралиной, тут же попадаешь в прекрасный мир искусства. «Персона Плюс» была основана около шести лет назад. И с самого начала она была ориентирована на взрослую публику. Сейчас занятия в арт-центре ведутся в три этапа. Самая младшая группа включает в себя детей от трех до десяти лет. После чего они переходят в художественную школу, в которую берут с десяти до четырнадцати. Начиная с тринадцати лет художница работает с теми учащимися, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Но самая главная идея этой студии – то, что готовить для поступления в зарубежные и в наши вузы студентов, детей, которые хотят поступить в любую страну мира. Потому что у нас нет подготовительных курсов вообще в Казахстане. Поэтому я знаю точно, что я единственная в Казахстане занимаюсь вот таким видом деятельности. Вы знаете, я давно пришла к выводу, что абсолютно каждый человек талантлив. Но вот понять, в какой области он талантлив – это большой вопрос. Я никогда не… Как это я рисовала практически всегда, но никогда не подозревала у себя, предположим, о способности к стихосложению. В этом центре атмосфера такая, которая раскрывает и другие твои способности и возможности. Одна из особенностей «Персоны Плюс» – это выставки, которые центр организует в честь каждого юбилея. К тому же мастер-классы в студии дают лучшие зарубежные и казахстанские художники. Среди них такие громкие имена, как Роберт Хеттих, Рината Майер и Евгений Фридлин. В ближайших планах у арт-центра заняться керамикой. Совсем скоро сюда будут заведены специальные печи и начнут проводить мастер-классы. Ошеломительным успехом завершились итальянские гастроли «Астана-опера». В Генуе балетные трупы театра дала 4 представления спектакля «Спартак» и масштабный галоконцерт. Мы с нетерпением ждем возвращения триумфаторов, а пока представляем вашему вниманию обзор выступлений артистов. Взыскательная итальянская публика пришла в полный восторг от казахстанского театра. Каждое выступление балетной труппы «Астана-опера» на сцене Карла Феличи сопровождалось аншлагом. День ото дня в зале, рассчитанном на 2500 человек, не было ни одного свободного места. Нашумевшая постановка «Спартак» мэтра Юрия Григоровича вызвала у зрителей бурю положительных эмоций. В первом составе выступили Бахтияра Дамжан, Мадина Базбаева, Гаухар Усина и Таир Гатауов. В другие дни их сменили Дожжан Табалды, Анель Рустемова и Айгирим Бекитаева. В программу галоконцерты были включены как произведения классического балета, так и национальные казахские номера. Самые яркие из них – «Бисши Каин» в хореографии Галии Бурибаевой, а также «Ататолхау», поставленные Заурбеком Райбаевым. Показали зрителям и фрагменты из таких знаменитых спектаклей, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Тарас Бульба» и «Жизель». Завершили вечер половецкие пляски – фрагмент из оперы «Князь Игорь». Директор театра Карла Фелича Маурид Цеурой отметил, что он очень заинтересован в сотрудничестве с «Астана-опера» и интересует его как балетная, так и оперная труппа. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова